И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже на этот раз на 15 этап нашего челленджа из грязи в князи в Дачной Сингапур. Это прям лучшее место для того, где можно проводить данный челлендж. Лучше, наверное, только Монако. Хотя там я достаточно хорошо прорвался, а тут просто негде прорываться. Но ладно, мы это поймем уже в самой зонке. Трасса длиной 5 километров имеет 23 поворота и всего лишь 2 зоны ДРС. Нет, ну вообще уже с этого года официально 3 зоны ДРС, но Кодмастерс, типа, думают, что надо забить на игру. Ладно, не буду говорить что, но, типа, недавно вышел патч 1.20, почему бы тупо не завести в Сингапур третью зону ДРС? Кодмастерс, камон, если вы меня... Вот не верю, что вы меня будете смотреть, но если вы меня вдруг смотрите, почему так? Вопрос, почему вам лень просто добавить зону ДРС с детекцией? Это, ну, ладно, такое себе. В Фокенхайме, кстати, ее тоже надо было убрать, но ладно, на этом мы закроем глаза. У нас уже Сингапур. Полная стартовая решетка у нас на полу позицион. У нас, два раза сказал, у нас, классно. У нас Вальтери Ботто стартует с полу позицион. Дальше у нас стартует Сивальтиан Феттель. Достаточно, кстати, большое отставание у него от Боттоса. Дальше у нас стартует Макс Верстаппен, Шарль Леклер, Алекс Албан, Карлос Сайнс, Ландо Норис, Серхио Перес и Де Верре, но замыкают топ-десятку, Эден Риккардо и Ника Хилькенберг. Я удивлен тем, что Феррари тут как-то не очень едут. В реальной жизни они тут ехали достаточно хорошо, а игра, видимо, думает, что Феррари это тупо Дрексер, который в поворотах никуда не едет. Хотя, по факту, так и есть. Но во второй части сезона Феррари тут хорошо ехали. Ну, не знаю, это Кодмастерс. Игра мне такая, братик, а не поехать ли теперь тебе на старте с Харта стартовать? И я такой, типа, а ну-ка, почему бы и нет? Взял Харт на старт и отправился стартовать. Гаслоги стартует Гран-при Сингапура. Все срываются намного лучше меня, потому что у меня Харт, все на медиумах, впереди меня первая десятка на софтах, а я вот дебил какой-то на Харде поехал. В первом повороте нет никакого софтикара, я решил тут как-то влезть к Джорджу Расселу и кубицу, но не получилось. И двадцатая позиция после первых поворотов. Найс. Но у нас же еще есть прямая, правильно? Правильно, аэродинамика 8.11. Я выхожу из Лепстрима, поравнялся с Джорджем Расселом и еле-еле за счет Лепстрима кубицы, я его догоняю. Поздним торможением я все-таки его прошел, но вылезал за пределы трассы. Попробовал атаковать Роберта кубицу, как-то мы ехали тут бок о бок, но кубица тут решил не оставлять мне вообще места, из-за этого как-то не получился обгон, я не прошел кубицу. Ачивка просто. Ну и отправляемся дальше покорять мы Сингапур, потому что один мальчик под именем Андрей забыл после гонки посмотреть повторы, а значит у нас повторов почти не будет на этом этапе. Вы будете наслаждаться только болидом Мерседес, который плетется на позиции под номером 19 всю гонку. Ну ладно, может 18 под конец. Ладно, короче, продолжаем первый круг. У нас же серьезные гонки, серьезные этапы, да? И пока что нет ни одного схода, ни одного сэфтикара. Я очень сильно удивлен, потому что борьба была. Я думал, что как бы в первом повороте сразу же нам дадут сэфтикар 5 сходов и 10 машин безопасности. Но что-то как-то не получилось. И мы едем как едем паровозиком. И никто никого не может обогнать. Мало того, что тут сложно обгонять, так у меня еще и хард. Это прям просто гиперкомбинация. Я даже Вильямс не могу пройти. Вот вы понимаете, вот Мерседес не может пройти Вильямс. Вы понимаете всю нереалистичность данной фразы? Ладно, кубицу я с горем пополам прошел в первом повороте в начале второго круга, и то за пределами трассы. Ладно, пофиг, когда Сингапур не может. И дальше мы переносимся наконец третьего круга. Вильямсы немного подостали, и только Джевинация с ДРС смог как-то еле-еле пройти. И то прям в притирочку, снова с обгоном вне трассы. И как бы, ладно, 17-я позиция. Я прям, мощь просто. Дальше у нас шестой круг, да? Большие перерывы, да? Не правда ли? Надо сразу же, надо 31-й, наверное, было перемещаться. Я прохожу за счет позднего торможения Лэнса с Тролом, причем очень чисто, остаюсь еще и на трассе. Я же уже на 16-ю позицию, мощь прям. И начинаются пидстопы. Нет, это не обгоним, это пидстопы, да. Вся топ-десяток начинает заезжать. Я выхожу на позицию под номером 11, в том числе. Бота с Феттелем, которые боролись друг с другом, они заехали. А у нас единолично отрываются Рэдбул и Феррари Шаттля Леклера. Как раз-таки, Александр, он как-то не может с ними ехать. Но все-таки на седьмом круге я тут, значит, решил подрубить все, что можно. ДРСочка вообще. Занусом выходим из поворота в дайвбомб. Вообще неожиданный обгон. Я вообще не хотела обгонять тут Химми Райкмена. Просто он затормозил за километр, поэтому пришлось. Ладно. И дальше у нас продолжается волна пидстопа. Даня Квят страдает от меня. Еле-еле я его как-то обогнал, зашел в его базу. И еле-еле снова за пределами трассы его прошел. Пятая позиция. Ух! Жестко. И вот последний пилот на софте, который заезжает на пидстоп. Это был Алекс Албен. Переходит на Харт и едет, скорее всего, до конца дистанции. Также, кстати, сделал его напарник Макс Версапин. А остальные переходят на Медиум. Также прошел Роман и Грожан, а снова за пределами трассы прям мощь. Вы видите, какой я мощный на этом этапе, не правда ли? Ладно. Дальше. У нас Гасли. Я еле-еле как-то вышел нормально из Поворота. У них начинает Медиум уже изнашиваться. У меня Харт только сейчас начинает работать. Нормально так, да? И я вышел на вторую позицию, наконец-то. Только за 20% у меня перевалил износ. У них, наверное, там уже под 40%. Ладно. Дальше у нас девятый круг. Магнусен. У него нету ДРС, поэтому это был самый легкий обгон за эту гонку. И то еле-еле, прям еле-еле, прям в притирочку. Но не за пределами трассы. Не за пределами трассы. На трассе я удержался, так что за это мне респект. И начинаются обгоны. Феттель там проходит, Гасли там, Ботас проходит. Квиатов всяких. Ну вы поняли кого. Ну и, в принципе, это и должно было быть. Начинается трэш, начинаются обгоны. И на девятнадцатом круге, да, вот так вот мы классно переносимся, я заезжаю на пит-стоп, нажал пит-лимитер, было 59 км в час и игра ДС-штраф. Просто, ну, надеюсь, вы мне простите этот флэшбэк, потому что я не могу по-другому сделать, потому что я не превысил скорость. Что это за бред игра? Я, значит, должен был заезжать на восемнадцатом круге, решил заехать на девятнадцатом. Он сказал инженеру, что я заезжаю в бокс, а Ботас, видимо, не на связи с инженером, наверное, выкинул наушники в лусорку, в сингапурскую, перед гонкой, и заехал со мной на одном круге. Гениально. Просто просрал возможность победить. Я выезжаю на второй позиции позади Ферстапина, далеко позади Ферстапина, который на харде едет с круга восьмого, или седьмого круга он едет, да. И вот он только появляется, Аубан, который на третьей позиции, но его сразу же вы проходите восьмой петли. Дальше у нас сходит Антонио Джувинаци. Ничего не появляется, но я сразу же в это время начинаю тупо шпамповать лучшие круги. Что и происходит. Двадцать первый круг. Абсолютно лучший круг. И на двадцать втором круге, вы видите, две секунды до Ферстапина. Но когда я к нему только подъехал, у нас начинается фестиваль сходов. Просто шестнадцать валидов осталось, пятнадцать, четырнадцать, и выезжают машины безопасности. То есть у нас был квят, который сломал крыло. Он не вписался в поворот. И началась сцена из фильма «Такси». Просто гениально. Ну и я такой типа, а почему бы мне не заехать на пидстоп, да, за софтом, да, в самом деле. Я могу выиграть спокойно эту гонку, но нет, я хочу как можно больше интриги, как можно больше борьбы в Сингапуре, да, на софте, который еле выдержит под конец дистанции. Поэтому я решил двухкруговой софт скинуть с себя и одеть софт. Гениально. Тактика Феррари просто. Но может она окупится? Мы еще не знаем, окупится она или нет. Я говорил в Бельгии, что я был уставшим. Может я выиграл. Ладно, я выезжаю на позицию под номером 6. Главное, что перед Магнусоном. И передо мной вся лидирующая группа. Все гендеры самые крутые. У нас, кстати, под сейфтика Рам сходит не как Юльтемер, который единственный выжил в том самом завале, но не добрался он немного до пидстопа и со сломанным крылом уехал прямиком в стену. Отлетело сразу два колеса. Просто гениально. И на 24-м круге из 31-го нам дают рестарт. Я сразу же пролетаю поворот на рестарте, потому что я молодец, не прогрел комплект. Потому что я пытался как можно больше его сэкономить. И уже насчитаю на Аликса Албана. А у нас Фетталь уже готовится проходить и выходить в лидера. Да, выходить на первую позицию. Я по внешней территории пытаюсь вертейкнуть Албана, но типа как-то не очень получилось. И это первое убийство в моей жизни. Вообще, в этом мире. Остается 12 болидов у нас в гонке. Как сошел Албан? Ну, у него было место. У него было дофига места, чтобы как-то удержаться Бухковок со мной. Но он решил распрямить траекторию. Дальше 25-й круг. Я догнал Леклера. И уже по внутренней траектории дайвбомбом его чистенько достаточно прохожу. И выхожу на четвертую строчку. Я, кстати, с лучшим кругом. И передо мной Ботас и Ферстаппин. А где же Феттель? Феттель уже очень далеко отъехал. До него уже не доехать, скорее всего. Но у меня софт. У меня софт. А у них свежий медиум. Ладно. Я пытался тут пройти Ботаса. Лучше вышел, перекрестил ему траекторию. Но как-то аэродинамика решает, да, в самом деле. Вот как в Монсе я их наказывал с аэродинамикой. Так тут они меня наказывают. Но все-таки поздним торможением Ботас был пройден. Я вышел на позицию по номерам 3. И на 27-м круге я все-таки прошел Макса без ДРСа пока что. И остается всего лишь 5 кругов до конца. А у Феттель очень-очень далеко. И вы понимаете, да, я на 30-м круге к нему подъехал. Но софт уже подыхал. И это, скорее всего, была бы моя последняя возможность его пройти. Я, значит, полной уверенности в том, что я сейчас его пройду по внешней траектории. Пытаюсь его пройти, но он мне не оставляет места. Из-за этого снос, из-за этого... Все. Да, я его не смог пройти. И после этого он начинает просто улетать. У меня подыхает софт сразу же. И на нем уже становится невозможно ехать. Софт износился до 60-ти плюс процентов износа. И если бы я не скидывал бы медиум, я просто прошел бы сразу Макс на рестарте и отъехал бы от всех них секунд на 10. Но я же хочу трэша, правда. И еще я такой, типа, весь разосадованный своим проигрышем, решил эффектно завершить гонку. И вот получилось как-то вот так. Вы сами видите. Классно я стою на двух колесах, не правда ли? Снова фильм «Такси» вспоминается, когда они там на двух колесах ехали. Кто помнит? И как бы можно даже назвать этот ролик сцены с фильмом «Такси», смотреть все без регистрации, смс и всего такого. Побеждает у нас Феттель. Отыгрывает у меня 6 очков, потому что у меня лучший круг. Ну и в принципе... Вот эта команда... Вот мне кажется, что я должен быть вот в этой красной команде. Потому что у меня такая ступая стратегия, как и они, представляю, да? В самом деле, вот. Реально, мне кажется, в карьере надо после Хаса перейти сразу в Феррари. И пытаться там, вот, побеждать такими дупорылыми стратегиями. Правда? Ладно. У нас два Мерседеса на подиуме, это самое главное. Мы забираем, кстати, походу меньше очков, чем Феррари. Они к нам только привлезли в Кубе Конструкторов. Но, честно, на Кубы Конструкторов мне наплевать, потому что там больше 100 очков у нас преимущества. Этапов остается не так уж и много. Всего лишь 6, получается, этапов осталось нам проехать. И, как бы, это мы уже посмотрим на следующих этапах. Скорее всего, завтра, потому что видео выходит каждый день. Наверное, надо сказать мне спасибо, да? Ладно, они вроде с четверга у меня выходят каждый день. И сейчас это видео, кстати, получается, выйдет как раз-таки в четверг, если я ничего не путаю. И все должно быть просто идеально. Неделя видео просто такая идет. Наверное, я из Грязи Князя добью каждый день буду делать ролики из Грязи Князя. Если я вдруг, если меня не приспичит чисто снова вернуться стримить, а, скорее всего, меня это приспичит, потому что, скорее всего, он-борт начнется с следующей недели, и я буду просто вас штурмовать стримами. В личном учете у нас Федор ко мне подбирается. У нас Дэн Рикерта проходит Никой Хюлькинберг от своего напарника. Лэнстрол вообще тут ни при чем. Просто Дэн плюс две позиции, Халк минус две позиции. Ну и, в принципе, на этом изменения закончены. Но я даже не помню, кстати, закончены или нет в кубе конструкторов. Ладно, сейчас мы посмотрим уже кубы конструкторов, когда я перелистну эту гробанную страничку. Надеюсь, когда-нибудь ее перелистну. У нас тут ноль изменений. Как бы вы понимаете, что, скорее всего, куба конструкторов наш. А личный зачет, если я также буду увлекаться такими тупорылыми стратегиями, может уйти Себастьяну Фетту. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.